Традиционно День округа отмечают в сентябре после завершения сезона отпусков. К праздничной дате Ненецкая телерадиовещательная компания готовит уникальный проект «Солнечный снег». Это фильм о фильме «Великий самоед». Большой эпической ленте и судьбе первого ненецкого художника, сказителя и президента Новой Земли Илье Константиновиче Вылка. В этом году исполнится 35 лет. О том, как снимался фильм, кто из жителей нашего округа принимал участие в съемках, вспоминают сценарист, режиссер, оператор и герой фильма «Великий самоед». Слово имеет председатель Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Новой Земли товарищ Вылка Илья Константинович. Президент Новой Земли. Снять фильм о фильме – дело очень непростое, а тем более о фильме, снятом 35 лет назад. Тем не менее, мы нашли возможность связаться с главными создателями картины о «Великом самоеде», которые с радостью поделились с нами своими воспоминаниями о том, как и в каких условиях приходилось им работать. Такое впервые было. Вы представляете, снимать без лихтвагена, без электростанции, на каких-то движках. Вот, значит, мы пошли на остров Колгуев, взяли там, была директива, Леша, такой местный человек, не, нет, с девятью собаками на этот корабль. И с ними двинулись туда на Новый Земль. Собаки же нужны были там, когда. Потом у мыса «Желание», буквально как «Русанов», да, одна из экспедиций. Нас остановили льды, нас потеряли, пропала связь. Весь Мосфильм жил, крупно там, все были в курсе. Мы так были, как папанинцы, знаете, там. Она физически была тяжелая картина, нас и уносила там в море. И был отлив, и когда мы выпрыгивали из лодки, и тянули эту лодку, чтобы оттуда, так сказать, не упала аппаратура. Многие эпизоды фильма снимали на территории нашего округа. В Амдарме, на острове Вайгач, на побережье Баренцево и Карского морей, на Новой Земле. И, конечно, во многих массовых сценах снимались наши самодеятельные артисты. Больше всех радовались дети. Это я. 80-й год, 11 лет. Я был в больнице как-то. Случайно девушка одна там, которая обслужила буфет, и она говорит, Иван, вы что меня помните? Я говорю, извини, не помню. А мы с вами ездили на фильм «Великий самоед» снимались. Мне так понравилось, все, поговорили об этом. То есть хорошие воспоминания у людей-то остались. На картину был приглашен уникальный актерский состав. Так как судьба главного героя Тыковылки разворачивалась во времени, то на роль великого самоеда были приглашены сразу два актера. Расул Укачин, который играл юного Тыковылку, и Нуржуман Ихтымбаев. Он играл Вылку в зрелые годы. На Московском кинофестивале, а потом на Международном фестивале в Маниле, его роль была признана лучшей мужской ролью. После «Великой самоеды» я снимался около 60-70 фильмов. Но таких людей я уже нигде не встречал. Специально для нашего проекта «Солнечный снег» мы встретились со многими актерами в разных городах, занятыми тогда в кинокартине. И все они откликнулись на наше предложение вспомнить то время и обстоятельства, когда творилась история великого самоеда. Это было 36 лет назад. Тогда все мы были молоды, начиная от режиссера, оканчивая всеми актерами, которые снимались в этой картине. И поэтому это было счастье. Счастье сниматься в кино, счастье играть эту роль, потому что мы были молоды, нам казалось, что все впереди. Презентация проекта «Солнечный снег» о фильме «Великий самоед» состоится в сентябре. Она будет посвящена дню рождения округа, дню российского кино и 35-летию выхода знаменитой картины на экраны страны. Андрей Чуклин, Дмитрий Щепанов, Вадим Носкин. Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова